Давайте мы все встанем. У нас сейчас будет молитва благодарственная. Мы будем благодарить Бога за Слово Божье, которое есть, Христос сказал, «Я есть истина, я есть хлеб жизни», и это есть Слово Божье. Будем благодарить за хлеб, будем благодарить за воду, будем благодарить за соль, что нужно для Духа, для души, для тела нашего, чтобы нам славить Бога. Поэтому давайте мы будем благодарить. Братья и сестры, мы также будем благодарить нашего Господа за Его заботу о нас, за то, что мы имеем обилие хлеба на столах наших, за то, что мы этого не заслужили, но Бог являет нам такую милость, такое изобилие. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы нам не остаться неблагодарными. Мы также будем благодарить нашего Господа, что Он открылся нам, что Он призвал нас из тьмы в чудный свой свет, и Он есть хлеб жизни. Мы будем за это благодарить, будем славить. Давайте мы будем обращаться к нашему Господу с благодарственной молитвой. Господи, Господи, милосердный Боже, доброта Твоя и милость Твоя, которой Ты посылаешь для нас эту соль, даев приятность вкусу, пищи вкусу, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты даешь, Господи, пользоваться этим благом. Благослови, Господи, надальше, чтобы мы могли, Господь, мать приятного пищи и питье, Господи, без которой мы не можем жить на этой земле. Ты даешь ее, Господи, пусть Ему мы благодарны Тебе за эту соль, хай Твоя Рка Святая не лишает благ Твоих, мы славим Тебе, мы благодарим Тебе, хай Дух Святой укрепляет нас и Твоя благодать Твоя, хай не спасает эти милости, пусть никогда не перестанет нас в домах наших, в семьях наших, эта соль, которая дает приятность и вкус пищи. Прими от нас благодарность, Господи, за то, что мы имеем это благо в домах наших, хай славится имя Твоем, ибо оно достойное славы наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, как часто мы благодарим Бога за воду. За чистую воду, которую мы имеем в нашей жизни. Я как-то был в миссионерской поездке в другую страну, и я группе сказал каждому, не пейте воду из крана, только покупную в бутылочках. И один брат, служитель, проповедник, на которого возлагалось служение, помолился и попил. Предупреждали же, молиться всегда надо, попил этой воды, и закончилось его служение. Он всю неделю не мог выйти из квартиры, потому что болел. Братья и сестры, сколько чистой воды мы с вами имеем в нашей жизни. Как-то я взял, бил свой водяной, и мне интересно было, сколько галлонов за месяц «Моя семья тратит воды». Я удивился, 12 тысяч галлонов за один месяц. Вы представляете? Есть страны, где в ладошке воды не имеют попить чистой, где нету чистой воды, там смерть. Сегодня мы каждый имеем обилие, сколько хотим чистой воды, и недорого за нее платим. Как часто мы за это искренно благодарим Бога. Давайте сегодня поразмыслим об этом и в нашей молитве поблагодарим Его и от этого дня каждый день будем ценить тем, что мы имеем с вами чистую воду. Аминь.